Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф, в увлекательный мир самых верных и заботливых животных. Верность и преданность – это качество, которое мы ценим как в людях, так и в животных. К тому же, не только среди людей есть романтики и однолюбы. Животные тоже способны любить и показывать свои чувства. А знаменитую фразу «пока смерть не разлучит нас» можно применить и к некоторым видам животных, которые создают пары один раз и на всю жизнь. В этом видео мы покажем вам удивительную взаимосвязь между партнерами в мире животных и узнаем, какие виды животных проявляют искреннюю верность друг другу. Это будут как и знакомые нам лебеди, горлицы и пингвины, так и те виды, чья безусловная верность вас точно удивит. Так что садитесь поудобнее и давайте вместе окунемся в чудесную атмосферу доверия и любви. Поехали! Волки Вопреки всем стереотипам, волки вовсе не одиночки. Эти хищники ведут себя исключительно благородно, выбирая себе спутника жизни раз и навсегда. Стая волков представляет собой группу животных разного статуса. Иерархия у волков сложная. Пара волков формируется обычно в рамках одной касты, самка и самец имеют одинаковый статус. Во главе каждой стаи стоят двое – самые сильные самец и самка. Несмотря на свою репутацию агрессивного и враждебного зверя, волки очень преданы своей второй половинке и постоянно демонстрируют по отношению друг к другу нежность. Даже если волчья стая на время распадается, то семейная пара все равно останется неразлучной. А после смерти одного из партнеров другой больше не заводит отношений, а хранит верность всю жизнь. Совы-сипухи Сипуха – это самая красивая сова с мордочкой в форме сердца. Если она выбирает себе пару, то делает это один раз и на всю жизнь. Как это происходит? Вначале самец около года ухаживает за самкой, преподнося ей пойманную на охоте добычу. Затем выбирает место для будущего семейного гнезда и приглашает туда самку. Это может быть нора, дупло, амбар или даже чердак дома. Сипухи любят селиться возле людей. Когда самка насиживает яйца, самец все время заботится о ее пропитании. Потом у пары появляется потомство и мама посвящает все свое время детенышам, не покидая гнезда. Поэтому заботливый папа полностью берет на себя все заботы по обеспечению семьи, пока птенцы не подрастут. Ну не мужчина, а мечта. Гиббоны. Гиббоны – это маленькие обезьянки, которые живут парами и остаются верными друг другу на всю жизнь. Если для других приматов свойственна полигамия, то гиббоны являются образцом целомудрия и праведности. Они не любят стаи и предпочитают жить небольшими семьями подальше от своих сородичей. Но найти свою вторую половинку задача не из легких. Молодой примат может провести не один год в поисках своей единственной. И когда он слишком долго живет в родительском доме, старшие его просто-напросто выдворяют, мол, иди ищи себе пару и обзаведись собственным жильем. Всю жизнь гиббоны остаются преданными своему партнеру и свободное время проводят рядом друг с другом. Еще интересно, что в семьях этих животных царит равноправие, а семейные обязанности всегда делятся пополам. Лисицы. Каким бы хитрым не был лис, он никогда не предаст и не бросит свою вторую половинку. Лисицы входят в 5% млекопитающих, образующих моногамные пары. Они создают крепкие семейные пары и целые родственные стаи. Самцы нежно заботятся о своих самках еще до появления лисят. Они благоустраивают норы и даже ловят у самок блох. Кажется, это верх доверия. Во время беременности будущие отцы продолжают опекать своих дам и обустраивать семейное гнездышко. О потомстве заботятся оба родителя, пока малыши не вырастут и не уйдут на волю. Если самка лисы умирает, то самец больше никогда не ищет себе пару и проживает остаток жизни холостым. Если же погибает самец, то к норе вдовы из ближайших районов начинают сбегаться холостяки, желающие выбрать право стать отчимом. Самой сильной остается самка и живет с ней в норе, и помогает ей выращивать лисят. Стоит отметить, что спаривания между ними не происходят. Горлицы Горлицы – это сестрицы голубей, которых издавна считают символами любви и верности. Эти птицы обычно выбирают себе одного партнера и остаются ему верны всю жизнь. У Горлиц все как в классической брачной клятве – горе и радости парочка переносит вместе. Родительские обязанности птицы тоже делят пополам. Строят гнездо, насиживают яйца и даже птенцов молоком кормят тоже оба родителя. Да, на это способна не только молодая мама. Кстати, фразой «целуются, как влюбленные голубки» можно описать отношения в паре Горлиц. Правда, то, что люди называют поцелуем – просто момент, когда самец кормит самку так называемым птичьим молоком. Птичье молоко – это питательная жидкость, которая образуется в забу у Горлиц в момент выкармливания птенцов. Ею же самцы подкармливают и детенышей, и подруг для восстановления сил. Бобры. Речной бобер – животное моногамное. Образуя пару, этим ликопитающие хранят верность друг другу всю жизнь, которая длится в среднем 15 лет. Бобровая семья очень крепкая, зверьки вместе обустраивают свое жилище, обороняют его от врагов, а также заботятся о потомстве. Молодое поколение остается с родителями до двух лет, пока они из бойких малышей не становятся для самца хозяина полноценными соперниками. Получается, что в одном клане живут и новорожденные детеныши этого рода, и подростки с прошлого приплода. Примечательно, что, по словам исследователей, в семье этих животных царит матриархат, и главной является бобриха. Самка крупнее, агрессивнее и сильнее самца. Чаще именно она занимается строительством и обустройством плотины. Самка также чаще вступает в драку и с другими бобрами, защищая свою территорию. Возможно, именно женская мудрость является секретом долгих и крепких уз. Альбатросы. Эти птицы – вечные кочевники, которые большую часть времени проводят над гладью океана, охватывая своими перелетами всю планету. Альбатросы выбираются на сушу только для того, чтобы продолжить свой род. Пару себе птицы ищут очень долго. Первые несколько лет они прилетают на гнездовья, атакуют, но не находят пар. Это длительный процесс, во время которого нужно пройти все стадии ухаживаний. Со временем они оттачивают свое мастерство, приобретают язык жестов, учатся ритуалу. В ходе брачного танца самцы и самки выбирают друг друга и остаются верны этому выбору всю жизнь. Хотя они и проводят большую часть времени на море, однако регулярно возвращаются в места гнездования и высиживают птенцов с одним и тем же партнером. Если партнер альбатроса не возвращается, они могут оставаться на месте немыслимо долго. Порой птицы теряют до трети своего прежнего веса, голодая в ожидании второго родителя. Белоголовые орланы Белоголовый орлан – национальный символ США и одна из самых больших птиц в мире. Размах крыльев взрослого орлана превышает 2 метра. Несмотря на величественный внешний вид, эти птицы являются примерными семьянинами. Орланы истинные однолюбы и, как правило, создают пары на всю жизнь. При этом они любят экстрим. Например, во время брачного танца парочка, схватив друг друга за лапки, пикирует с головокружительной высоты, расцепляясь лишь у самой земли. Просто высший пилотаж. Семейные гнезда орланы строят на крепких мощных деревьях, способных выдержать самые сильные ветра. Пара может отстраивать свое уютное гнездышко годами. Размер гнезда впечатляет – до 3 метров в диаметре и до 6 метров в высоту. Вес такого птичьего жилища измеряется в тоннах. Это настоящее родовое гнездо, в котором верные по своей природе орланы в течение 20-30 лет выращивают год за годом новое поколение птенцов. Попугаи-неразлучники Неразлучники тоже образовывают пару на всю жизнь? Конечно! Этот факт можно предугадать, посмотрев только на название милых попугайчиков. Его, кстати, птицы получили потому, что издавна считалось, что после смерти одной особи из пары другая вскоре погибает от тоски. В дикой природе попугаи-неразлучники находят себе пару еще в два месяца и остаются вместе на протяжении всей жизни. Эта особенность поведения переносится и на домашних представителей рода, которые, кроме своей второй половинки, привязываются еще и к хозяину. Способность создавать крепкие эмоциональные связи делает попугаев поистине неразлучными. Самец с самкой очень нежно относится друг к другу, а также внимательный и заботливый к птенцам. Вот так всю жизнь эти попугаи проводят вместе, сидя на жердочке и ласкаясь друг к другу. Пингвины Даже в суровых условиях Антарктиды эти нелетающие птицы научились хранить любовь в своих сердцах. Удивительно, но пингвины мигрируют на огромные расстояния, а потом каждый брачный сезон возвращаются в одно и то же гнездо к тому же самому партнеру. Особого внимания заслуживает поведение самцов, которые прикладывают столько усилий к семейным отношениям, что некоторым человеческим особям не мешало бы у них поучиться. Когда самец пингвина находит ту самую женщину, он подбирает самый идеальный, самый гладкий камешек и дарит его своей возлюбленной. Если камешек ей нравится, она кладет его в свое гнездо, и эти двое официально могут зваться мужем и женой. В период высиживания яйца самец нежно ухаживает за своей избранницей и даже может подменить ее в этом ответственном деле. Вылупившегося малыша мама и папа опекают в равной степени, а если один родитель погибает, второй самостоятельно заботится о потомстве и не вступает в новые отношения. Лебеди. Верность лебедей уже стала легендой, а белоснежное оперение красивой стройной шеи, которую пара может изогнуть почти в форме сердца, давно стали символами любви в поэзии и искусстве. И это не пустые слова. Или просто красивая метафора. Ведь лебеди – самые преданные птицы на Земле. Когда образуется пара лебедей, то они остаются друг с другом на всю жизнь. Свою вторую половинку эти птицы всегда узнают и никогда ни с кем не спутают. Пара лебедей охотно проводит время совместно, они общаются, прикасаются друг к другу. В лебединой семье царят дружба, забота и сострадание. Они заботятся друг о друге и о своем потомстве, а также всячески друг друга защищают. Иногда, даже нападая на людей. Если один из партнеров погибает, то второй, несмотря ни на что, всю оставшуюся жизнь остается верным своей половинке. Также бывает, что овдовевший партнер не выдерживает одиночества и тоже умирает. Вот так братья наши меньшие показывают пример идеальной семьи и крепких отношений длиною в жизнь. И сегодня, во времена, когда духовные ценности людей меняются, в таких вопросах, как семья и верность, нам следует брать пример с некоторых животных. А пока делитесь с нами в комментариях, какая пара животных вдохновила вас больше всего.